Вопрос о дозволенности такого вида торговли. Человек говорит, допустим, я нашел квартиру, которая продается за 500 тысяч рублей. Я ничего не сказал владельцу, выложил объявление на эту квартиру, на каком-нибудь сайте с объявлениями, что она продается за 600. Нашел покупателя, беру у него деньги, покупаю квартиру за 500 и отдаю покупателю. В итоге у меня остается 100 тысяч. Халяль ли это? Или я продаю, например, стройматериалы, хотя у меня их нет. Беру 50% предоплаты, покупаю на рынке, например, у оптового поставщика и отдаю покупателю. После беру остальные 50%. Халяль ли это? Квартира, мы на этой теме объяснили, то, что у тебя нет, не продавай. А ты нашел квартиру, 500 стоит, ты отманываешь человека, за 600 говоришь и продаешь за 600, 100 тысяч в свой карман поставишь. Это является запретным и харамным. Если ты хочешь что-то продавать, иди покупай у него за 500, потом продай ему за 600, свое имущество. Ты 100 тысяч за что у него взял? Этот человек 500 продает, ты берешь, мусульман, большинство, если так, и мусульман, кто принес, лишние 100 тысяч берешь у него, и не спросил, не уведомлил хозяин дома, и себе 100 тысяч ставишь из воздуха. А если хозяин дома тебе сказал, мне 500 принеси, остальные что хочешь делай, то ты можешь продать, как ты хочешь, и отдать 500 тысяч хозяину. Это первый вопрос. Второй вопрос. Если у тебя струн металлосоя нету, тебе заказывают эти, и описывают, какие они нужны, например, пятерки, шестерки, двадцатки, какие они мне нужны. Любые струн материалы. Струн материалы нужны. Если у тебя свои нету, тогда их тебе заказывают, получается, торговля салам называется. Сперва деньги отдаешь, потом ты описываешь ему товар, какой тебе нужен, и через определенное договорное время ты товар принесешь. В этом торговле, это называется торговля салам. Или салам тоже его называют. Что? Оплату делаешь заранее. Здесь условие, что? В первую очередь, ты должен описать товар, какой тебе нужен. Второе, этот товар должен быть готов. Тот срок, то время, которое тебе он дает, что ты можешь его достать, например. Это время, это сезон, можно их достать. Третье, все, вся сумма должен заранее отдать. Например, если я заказываю у тебя машину, например, чтобы я купил от тебя машину. Я заранее, всю сумму должен тебе платить. Ты всю сумму взял, потом, как он описал, ты товар принес, он обязан его взять. Получается, ты его уже продал. Если, как описан, принес, ты обязан вернуть его деньги. Валлаху алям. А так, как он говорит, 50% беру сейчас, потом, то, что он заказал, товар принесу. Нет, нельзя. Бери полный. Скажи, вот такой товар принесу. Должен взять полную сумму и пойти в базар, автовый рынок. То, что нужен, принес, купил и отдал. Аллаху алям. Субтитры создавал DimaTorzok